В пятницу в киноконцертном комплексе в 11 утра началось второе пленарное заседание первой сессии Славоческого городского совета 8-го созыва. Еще за несколько минут до начала продолжались консультации различных депутатских групп. И, как оказалось, это принесло малопредсказуемые результаты на сессии. Сразу отметим, что на сессии была стопроцентная явка, чему могут позавидовать депутаты прошлого созыва. А вот дальше произошло то, что мало кто мог предсказать. Уже при обсуждении первого вопроса порядка данного, изначально предложенного мэром и состоящего из 40 пунктов, депутат Радченко предложил укороченный порядок данный из 20 пунктов. Бесспорными были одинаковые пункты об изменении названий управления и служб. Теперь все они должны внести добавление в свои названия Славоческая мескарада Выжгородского района Киевской области. Кроме того, в повестке дня остался вопрос выбора секретаря и комиссии. А вот остальные. Было предложено еще два альтернативных порядка данного, но ни за один из них так и не было набрано нужного количества голосов. 14. Максимально набрал один. 13. И на втором часу работы второе пленарное заседание сессии было закрыто. После чего еще и в холле киноконцертного комплекса продолжались обсуждения, почему так получилось. Вставили на голосование питание про порядок денный и вышло так, что были внесены от деяких депутатов свои правки и внесены на голосование по этим правкам. Правки не поддерживали, но когда голосовали за порядок ни один, ни один, а когда голосовали за порядок в целом, который был предложен, который был предложен всем депутатам, и все депутаты могли с ним ознакомиться, за него не проголосовали. Я думаю, что на следующем неделе оно должно происходить, потому что есть действительно вопросы, которые важны для города. Все знают, что мы сейчас территориально относимся к Ужгородскому району, то изменяя назв и в коммунальных предприятиях, и в установках, она обязательно. Мы предложили исключить из порядка денного вопроса, которые не обсуждались, которые принимались, ну давайте так, с кондачка, с коленки, понимаете. Я не могу разобраться прямо на сессии буквально там за пару минут, за что мы будем голосовать. Это последовательная работа, это раз. Мы должны получить документы вовремя, мы должны их изучить, мы должны их проработать. Кроме того, я официально заявляю, что мы против любых колуарных договоренностей, потому что сегодня нам выдают на руки проект решения разделения депутатов по комиссии, в которой вообще половины депутатов городского совета от ОПЗЖ нету, а вторая распихана просто формально по комиссиям. Причем с нами не было никаких согласований, хотят депутаты туда идти работать, не хотят, все остальное. Поэтому я скажу так, сессию нужно готовить более продуманно, более, скажем так, профессионально. Я думаю, что со временем те, кто, скажем так, организовывает сессию, работники из полкома, они поймут, что так, как в прошлом созыве, такой анархии больше не будет. И вот, все будет по закону, по порядку. Бачите, 8 политических сил, 3 кандидати в меры в депутатах. Немає сьогодні объединения среди депутатов, немає визначеної чіткої большинства. Депутаты не хотели працювати з порядком денним. Сессия перенесена на наступный день, будем проводить консультации. Сподіваюсь, что найдем спильные точки зрения и будем работать. Это начат, ничего страшного в этом нет. По-моему, еще никогда такого не было, что первая сессия так долго была. Да, и выборов таких не было в Славутищи, и не только в Славутищи. Такая сейчас политическая конъюнктура в Украине, а мне кажется, даже в мире. Наступная сессия, когда будет? Ваш прогноз. Дуже сподіваюсь, что в этом году. Вероятно, всего третья пленарная сессия состоится на следующей неделе. Возможно, в начале.